Дорогие соотечественники! И настало время, даже бы я не сказал, вот как говорят обычно, цыплят по осени считать. Сейчас нечто большее, сейчас уже конец осени. И я когда шел сюда на передачу, меня удивило одно дерево. Вот оно здесь как раз перед нашим, так сказать, домом правительства. Вот посмотрите, это удивительный листик. Это очень редкое, это очень древнее дерево. Это дерево гинка. Это дерево здоровья, надежды. Его листья падают где-то в самом конце осени. Вот я поднял вот этот лист гинка и подумал, слава тебе Господи, что осень все-таки в конце концов разродилась чем-то путным. Все наши вот эти ожидания, беды, проблемы, они все-таки завершились тем, что должны были завершиться. Слава тебе Господи, по старинке, вот еще в старые времена была такая модная тема и в фильмах, и в литературе. Если бы я был директором, вот если бы я был министром, и вы знаете, такие чудеса случаются. Вот когда падают листья гинка, золотая осень. И мы сидим сейчас рядом с человеком, с которым мы проводили много передач, рассуждали о том, вот каким должна быть молдавская наука. Наше молдавское образование, вообще наша устремленность молодого поколения, что делать со старой, так сказать, наукой и молодыми людьми, которые мы мечтаем, чтобы они строили эту страну. И говорили мы об этом, если вы помните, неоднократно о судьбах образования и науки. С нашим дорогим гостем, значит, мы говорили об этом с нынешним уже министром. Видите, как сбываются иногда чудеса. Мы говорили с Корнелием Поповичем. И вот я рад его увидеть снова в нашей программе, совершенно неожиданном, но где-то предсказуемом, там вот, где на небесах все это, вот, ангелы небесные просчитывают. В качестве министра той самой науки и того самого образования, о котором мы столько с ним говорили в наших предыдущих передачах. Очень рад видеть Корнелия Поповича. Теперь уже, помните, если бы я был директором, если бы я министром, ну вот, как бы чудо свершилось. Наверное, не чудо, наверное, в этом есть какая-то логика событий. Я с вами соглашусь, что это не чудо, это не чудо, это работа, это работа нашего президента, это должность министра, это огромная ответственность. И, да, в нашем обществе есть огромные, скажем так, надежды на то, что с приходом нового правительства произойдут ряд кардинальных, качественных изменений во благо нашего народа. Эти ожидания возлагают огромную ответственность на всех членов правительства. Что касается области образования, науки и культуры, то я могу сказать, что наследство мы получили не самое хорошее. Вот скоро начинается зима, а у нас еще ряд школ не подготовлены к зиме. И это объясняется халатностью бывшего руководства, а также отсутствием ответственности ряда чиновников. Есть проблемы и в области науки. И в этой области, если мы не предпринимем сейчас ряд кардинальных мер, то не исключено, что в начале 2020 года мы можем практически остаться без научно-исследовательских институтов. Об этом мы говорили уже два года. Но не предпринимались никакие меры. Поэтому наследство не самое хорошее. Ожидания огромные. Ответственность со стороны правительства еще больше. И не остается ничего другое, кроме того, чтобы работать. Должность министра я воспринимаю не как какую-то почетную должность, а должность, которая предполагает работать 24 из 24 часов в день и решать конкретные вопросы. Собственно говоря, тут сразу как-то возникает целый букет новых вопросов и проблем. Для многих как бы была вот такая неожиданность, что вот бывший премьер, министр, создалось у многих впечатление, что просто это и она лично, как персоналей, значит, политический и ее коллектив, почувствовали, что они не справляются и дернули стоп-кран и спрыгнули из поезда, значит, честя всеми словами машиниста и всю эту команду проводников, как бы виноватого. Но у меня есть такое впечатление, что вот насколько я знаю представителей других министерств и ведомств и общался, и причем с такими, от которых вплотную я как государственник курсы делаю, что где главное. Ну вот, например, у нас ФИСК, ВАМА, госканцелярия. Это такие узловые моменты в правительстве и в руководстве страной, где министерство финансов. Ну, ключевые, это такие, ну, как хребет. И вот рядовые чиновники, скажем так, вот те клерки, которые, не которые принимают решения денежные, скажем так, работяги вот эти сидят, трудятся там на своих постах. Они просто взвыли, они говорят, такого количества некомпетентного руководства, причем у нас же как получается, значит, новые назначаются, вот, частично старые переходят им в наследство на уровне замов, помов и так далее. И поезд вот этот, вот эта корка, потому что чиновничество, у меня нет никаких обычно претензий к чиновничкам, ну, скажем, низкого уровня. Это работяги, пчелки, вон эти девчата сидят, ребята за компьютерами. Это явно они при деле, они делают. А вот это вот средненькое звено, и особенно выше среднего, вот оно обычно является и тем тормозом, и тем противодействием самым различным реформам, даже тем, которые их политическое руководство формально объявили. Ну, кто же против того, чтобы шла, скажем, европеизация страны в хорошем смысле? Имеется в виду европейская культура, культура Бетховена, это культура древних греков, что же плохого? Или дисциплина, вот, известная немецкая вот эта тема, четкости в делах, исполнительность. Кто же против этого? Но создается впечатление, что вот до сих пор вся вот эта проевропейская, очень хорошо, красиво артикулированная цель, она все время наталкивалась на их же... Никто, по-моему, так мы говорили об этом, не скомпрометировал эту хорошую цивилизационную идею, как сами вот люди такого сорта, которые умеют красивые фантики и слова, а когда доходит до дела, мы видим, что все, как говорят молдаване, пун, мыль, нелинкап. Ситуация у вас сложнейшая. Я имею в виду не только вас, Корнелий, но и всю команду вновь пришедших. Мы это осознаем. Как вы собираетесь? Потому что времени нету, как бы, на раскачку. Это, как говорится, в бой перезел на коня и вновь продолжается, как бы, бой. Как вот так с ходу вот это вы планируете? Потому что нет времени на раскачке, остановке. Я постараюсь... Проблема, на мой взгляд, исключительно важная, вот это руководство высшее следует... Постараюсь тезисно ответить на ваши вопросы и на те комментарии, которые вы сделали, а именно, предыдущее правительство, оно имело полную поддержку со стороны президента, со стороны парламента, у них были реальные рычаги повлиять в лучшую сторону на ситуацию, которая есть в России. И зарубежную поддержку они пользовались великолепной. И зарубежную поддержку и с одной стороны, с Запада, и с Востока, и так далее. Казалось бы. Но, как говорили еще мудрые люди, нет бедных стран, нет богатых стран, есть хорошо управляемые страны и плохо управляемые страны. Без того, чтобы кого-то обидеть, но я скажу, что предыдущее правительство было неподготовленным к тому, чтобы управлять страной. И это привело к параличу государственной власти в Республике Молдово. Практически в течение нескольких месяцев Республика Молдова была неуправляемым с точки зрения, скажем так, правительства. И это очень плохо. И это привело к тем огромнейшим проблемам, которые существуют на сегодняшний день во всех областях. Возможно, я согласен с вашим мнением о том, что предыдущие руководители правительства осознали их беспомощность. И они поняли, что нужно уходить... Соскочить вовремя с поезда. Нужно уходить от того, что в противном случае народ просто-напросто снесет предыдущее правительство. И они ушли. Они долго искали подходящий мотив, чтобы, скажем так, в их понимание красиво уйти. Чтобы повод дал им возможность. Вот мы, мол, хотели, но нам не дали. И, как уже понятно всем, они создали вот эту искусственную ситуацию с тем, чтобы, как сказали вы, соскочить с правительства. Что касается нас, то мы готовы были к подобной ситуации. Мы понимали, что нужно делать все возможное, чтобы спасти ситуацию в Республике Молдова. И уже в течение практически трех лет в президентуре, благодаря нашему президенту, была создана довольно компетентная профессиональная команда управленцев. И мы следили за ситуацией. Мы предлагали свои решения. Я вам скажу еще, что те решения, которые мы предлагали, а мы предлагали очень много решений в области экономики, в области социальной политики, они не воспринимались тем правительством. И вот эти наши разработки, наша команда, которая была сформирована, она очень легко и быстро переняла руки управления. Прошу прощения на секунду. Можно ли так сказать, потому что я как телезритель в данном случае, я со стороны телезрителей, можно ли так сказать, что параллельно с этими министерствами, с новым правительством работала, скажем так, мозговой трест, мозговая команда советников президента, которые все отслеживали, прорабатывали, которые вырабатывали свои взгляды на то, как эти реформы надо проводить и каким образом, в наших конкретных обстоятельствах. И поэтому, когда эти ребята соскочили с паровоза ответственности, оказалось, что и машинисты, и, скажем, персонал, кочегары, все уже были готовы. Они спрыгнули в этот уходящий поезд, и поэтому вот процесс... Поезд шел под откос. Вот проблема. Да, и они успели там и стрелки поменять, и направить, куда надо. Но меня поражает вот эта подготовленность этих людей, потому что я же знаю большинство всех этих министров иностранных дел, ЖКО и многих других советников Игоря Николаевича Датона, я их всех знаю, что они на самом деле дельные, толковые профессионалы. И меня поразило, что как-то вот советники президента все были из неординарных, из очень хорошо подготовленных. Но без Гарварда. Да, но вот вы, ребята, к Гарвардам не вышли. Они думали, что гарвардовский экономикс подходят к Молдове. Не подходят они. По-другому здесь все. Ну да, здесь у нас, скажем так, реальная ситуация. Что касается тех разработок, которые были сделаны в администрации президента, да, это наша работа была. Мы работали. Мы работали постоянно. Вы работали в параллельном режиме. Мы работали постоянно. Мы следили за ситуацией в республике Молдова. Мы исследовали, мы делали предложения. Мы подготавливали проекты законов. Мы подготавливали проекты по изменению решений правительства, по принятию новых решений правительства. Я вам скажу, что не всегда Да, наши предложения воспринимались, даже чаще всего наши предложения не воспринимались бывшим руководством правительства. Но мы работали, это была наша работа. И, скажем так, это позволило нам чувствовать ситуацию в стране, находить реальные способы решения тех проблем, которые... Вы были в курсах, вы были в курсе, подогретыми, и вы перехватили вот эти рули на полном понимании. Это как второй пилот перехватывает... Так это была наша ответственность, это была наша работа. Мы в администрации президента... Как в самолетах, вот два пилота, если один отходит, второй перехватывает. Президента мы не проводили просто время, как было в предыдущем президенте, который мы не знали, он есть и говорит, может говорить, может говорить. Даже бла-бла-бла не было. Мы работали. Мы работали ежедневно. Мы работали в субботу, в воскресенье, в любое время. Мы сотрудничали с международными экспертами, с представителями других государств, с местными экспертами и так далее. Мы чувствовали и чувствуем ответственность за Республику Молдова. Чувствую руку Игоря Николаевича, верного ученика Владимира Николаевича, уметь поставить ребят работать. У него вот с этим малые сроки четко, что сделано, как. И, соответственно, никто не ожидал, что предыдущее правительство так быстро уйдет. Но, возможно, они поняли, что им пора уходить. В противном случае их просто-напросто народ сметет. И они ушли. Спровоцировали этот кризис и ушли. Что оставалось делать нам? Нам ничего не оставалось. Они просчитались, они думали, что, скажем, вот три кума, я имею в виду со стороны Российской Федерации, со стороны Евросоюза и США, скажут, не трогать. И тогда удастся протащить вот все это. Не получилось. Кума, я как-то не... Кумы могли сказать что угодно. Как угодно. Но народ должен был решать. Народу не понравилось. Если были проблемы с социальной сферой, если были проблемы в экономике, если были проблемы в других сферах... С нарушением законности, вот с прокурорами, это же вообще... То народ... Никуда не... Народ, я думаю, высказал бы свое категорическое несогласие с этим правительством. С предыдущим правительством. Поэтому, может быть, кто-то думал над тем, что их попросят остаться. Но остаться для чего? Чтобы полностью разрушить Республику Молдова? Чтобы вести полный паралич в этой стране государственного управления? Более того, были выборы, местные выборы. Когда на местном уровне власти еще не были сформированы. И мы рисковали столкнуться с огромным кризисом. Вот да. Кризис управления на центральном уровне, кризис управления на местном уровне, кризис в социальной сфере, кризис в экономике. Особенно выборы в Кишиневе. И нужно было принимать быстро и четкие, и прагматичные решения. Эти решения были приняты. Сейчас, скажем так, мы прошли вот этот первый этап. Мы получили, то есть правительство господина Кику получило поддержку, довольно большую поддержку со стороны депутатов. Я вам скажу, что это впервые после 2001 года, это правительство получило такое большое поддержку со стороны количества депутатов Республики Молдова. Лишь в 2001 году, если не ошибаюсь, правительство было где-то под 70 голосов «за». Сейчас это правительство получило 62 голоса «за». Поэтому мы чувствуем доверие, в первую очередь доверие со стороны и поддержку со стороны нашего президента. Мы осознаем те проблемы, с которыми сталкивается Республика Молдова. И мы чувствуем огромную ответственность за то, что мы должны сделать. И за то, чтобы мы должны оправдать это доверие, которое существует к правительству Кику. И в том числе, я вам скажу, и со стороны наших внешних партнеров. О которых мы только что говорили. Да. Потому что нашим внешним партнерам важно, чтобы Молдова была стабильной, нормальной, с функционирующим управлением страной. Я вот так пытаюсь прослушивать мнение самых, как говорится, противоположных источников. Я имею в виду и в геополитическом плане, и в внутриполитическом плане, и в идеологическом плане самых различных. И в национальном, я имею в виду, этническом плане мнение, допустим, гагаузов, украинцев, русских, евреев, армян, так сказать. Потому что вот это занятие мое в качестве председателя комиссии по культуре и культам, культурному наследию, оно заставляло меня и заставляет продолжать все время отслеживать. Мы многонациональное, мы многокультурное общество. Это исторически. Мы много раз говорили с вами, что одно только перечисление чисто молдавских фамилий. Русу, казаку, татару, булгару, там все гагаузы, все национальности, так сказать. В том числе, когда меня спрашивают о немцах, причем, я говорю, а фамилия Сассу вам, саксонист, ни о чем не говорит? Вот эти архитекторы, строители монастырей, крепостей, фортеции и так далее. Поэтому вот с точки зрения и многонационального нашего, и многоконфессионального, и разных идеологий, и разных геополитических ориентаций, в том числе этих, позволяет вот как-то Молдову увидеть многосторонним, в различных плоскостях, в различных мнениях. И вот создается все больше и больше такое условие, что люди потихоньку, не только у нас в стране и за рубежом, вот в последнее время вдруг поверили в то, что у этой страны будет своя история, будет продолжение своей многовековой истории. У вас нету вот такого ощущения, что это так? Ну, я вам скажу, что... Вот что там, я говорю, я разные мнения, пятак и сяк. Мы разные, и странно было бы, если все были одинаковые. Мы разные и по языку, и по культуре, и по этнической принадлежности. Но мы должны осознать, что мы все-таки единый народ. Единый народ нашей страны под названием Республика Молдова или просто Молдова. Другой страны, другой родины у нас просто нет. Не имеет значения, это молдаванин русский, который живет здесь. И евреи, даже израильские евреи. И так далее. Да, потому что я вот встречался за последнее время с многими выходцами из нашей страны, и они считают себя нашими, несмотря на то, где они живут. В Израиле, в Америке, в России, на Украине, в Румынии и так далее. Поэтому, первое, мы должны понять, что мы единый народ. Вот, что у нас одна родина, эта родина называется Молдова. В другом месте мы можем жить, но там не будет нашей родины. У нашей родины есть многотысячная история. Мы имеем очень богатую историю. И эта история богата в том числе тем, что ее создавали представители различных народов, которые приходили сюда, уходили, оставались. И даже различных цивилизаций, если взять в историческом. У нас богатая история. Мы эту историю должны знать. Мы этой историей должны гордиться. Мы эту историю, то и наших героев, которые создавали нашу страну, защищали нашу страну, в том числе и ценой своей жизни. Мы должны знать своих настоящих героев. Мы должны знать наши традиции, культуру. Мы должны говорить красиво на нашем языке. История, если говорить о школе как дисциплине, должна быть дисциплина, которая бы воспитывала, в том числе и патриотизм. Чтобы люди чувствовали, что мы, что они не появились откуда-то в качестве, скажем так, чуда. Из бурьянов, как бы. Или из капусты. Но мы живем на этой территории довольно долго. Многокультурная традиция. И, соответственно, поток истории. Мы должны знать нашу историю. Мы должны знать наших героев. И история в школе должна воспитывать. Гражданское чувство. Гражданская ответственность. Патриотизм, любовь к стране и так далее. И мы сделаем все возможное, чтобы наши дети, как дети других стран, где тоже преподается данная дисциплина, чтобы наши дети знали историю нашей земли, нашей страны. Потому что, например, в Германии они знают историю своей земли, своей страны. В Румынии то же самое. На Украине то же самое. У нас есть определенные недоработки в этом сегменте. И эти недоработки мы устраним. То есть, когда мы заимствовали Конституцию, там у Белгов какие-то и Наполеона, так сказать, еще его кодексы. То есть, у нас как-то мы все позаимствовали так на скоростях. А потом оказалось, что не все, но как-то в каждой стране должно быть, как говорится, утрясено временем. Появилась сейчас ли ясность, чего мы позаимствовали такого, что оно к нам как бы не клеится и которое даже тормозит. А я не против того, чтобы позаимствоваться. Прекрасно, если оно помогает. Если это хорошие вещи. Потому что, например, есть разработки в области науки, в той же Европе, в той же России. И не стоит изобретать велосипеда, если он уже изобретен. Не нужно терять время. Поэтому я не против того, чтобы мы воспринимали, в том числе и в наши учебные программы, элементы, которые доказали свою дееспособность в других странах. Я не вижу никакой проблемы. Более того, я за то, чтобы ввести те стандарты, которые доказали свою жизнеспособность в других странах. Вот, например, я был, если опять возвратиться к истории... Это очень важная тема. А то берут лишь бы что, а потом... Я был в институте Эккерта, институт Эккерта в Брауншвеге, в Германии. Является, скажем так, единственным специализированным институтом во всем мире, который разрабатывает различные методики преподавания истории, географии, социальных наук в школах. Во всем мире. То есть, эту основную гуманитарку они... И вот, когда я говорил с представителем вот этого института, то я понял, что для нас было бы очень хорошо, если бы мы смогли перенять методику, которую разработали немецкие педагоги и педагоги других странах. Ошлифовали ее. Чтобы мы смогли перенять эту методику и чтобы на основе этой методики преподавалась история в нашей стране. Ну, ясное дело, с тем содержанием, которое характерно для нас. Но методика, зачем ее изобретать, если она существует? И она воспринята во всем мире, потому что сейчас, например, история не преподается на этническом принципе, преподается, исходя из других принципов. Сейчас история как дисциплина, это школьная, это не политизированная дисциплина, потому что не может быть политизированной математики, географии, химии. То есть, если это наука, она должна быть вне политических согласия. Это должна быть дисциплина, школьная дисциплина, которая не воспитывала какое-то нехорошее отношение к другим народам. Чтобы, дескать, тут пришли какие-то, а мы тут... И поэтому я готов перенять вот эту методику, которую разработали в том же институте Екерта, и постараться ее ввести у нас в Республике Молдова. Мы должны развивать нашу страну, мы должны развивать свое образование. И мы должны избавиться от трех основных болезней, которые характеризуют, скажем так, систему образования Республики Молдова. Это интересно. Какие? Хроническое реформирование. Так называемая болезнь реформита. То есть, каждый приходящий новый министр, он начинает с чистого листка. Это нехорошо. Должна быть преемственность. А в образовании вообще недопустимые, скажем так... Рывки вот эти, скажем так. Какие-то кардинальные изменения, более того, это опасно, когда эти изменения не продуманы. Или могут привести к каким-то социальным взрывам. Поэтому радикальных изменений не будет. Будут изменения, которые приведут к улучшению системы. Это первая болезнь. То есть, не революция, а эволюция. И в отличие от других министров, я не считаю, что деятельность министерства или деятельность в области образования началась с моего прихода. Нет. Я постараюсь перенять все, что было сделано хорошо, и постараюсь развивать вот эти хорошие традиции. Вторая большая болезнь – это бюрократизация системы образования. Сейчас наши преподаватели занимаются многими отчетами. Они пишут различные отчеты. Как и у врачей, та же беда. Во всех областях. У них не хватает времени для того, чтобы готовиться к... Проверять домашние задания. Подготовиться к учебному процессу. Чтобы оказать необходимое внимание детям, ученикам. То, ради чего они работают. Или элементарно отдохнуть. Они сейчас пишут отчеты, пишут рапорты, пишут много, заполняют много регистров и так далее, которые никому не нужны. Поэтому мы высказались за то, чтобы процесс дебюрократизации. Вот прошел быстро. И чтобы преподаватель в своей работе был сконцентрирован, свое внимание было сконцентрировано на ребенке. А не на каких-то отчетностях. И третья большая болезнь – это политизация нашей системы образования. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы соблюдать закон, который предполагает, что политиканство или политика не имеет ничего общего с учебным процессом. Директор школы, преподаватели, они имеют право на свои какие-то высказывания политические. Или иметь какие-то свои симпатии политические. Но это относится к их личному времени. В аудиториях, в классах политическая деятельность будет исключена. То есть это не трибуна парламента или местного совета? Как недавно случалось, что у наших детей, скажем так… На площадь вытаскивали под свои лозунги. И я сделаю все возможное, чтобы никогда в будущем наши дети не были использованы какими-то политическими силами в своих интересах. Не говоря уже о том, что это бесчеловечно и подло. Это бесчеловечно, это незаконно. И подло подчеловечно. А мы будем соблюдать закон. Тогда возникает, как бы, в продолжении этого, вот, то есть мы обозначили вот эти три основные, которые вы видите, проблемы и, соответственно, задачи. Скажите, пожалуйста, вот во всем мире, особенно для тех стран, которые находятся в таком трудном положении, как Республика Молдова, Существуют различные фонды развития, различные организации повсюду, ну, в более экономически богатых, развитых странах, как на Западе, так и на Востоке. Вот. Планируется ли или какая-то деятельность уже вами произведена, чтобы часть вот этих потоков попала бы вот как раз на вот это, как говорят, колесо мельничное, с помощью которого вы хотите решить вопросы, значит, связанные с дебюрократизацией, деполитизацией школы и другие вот вопросы, о которых говорили. Видится ли что-то, видится, имеется ли что-то такое, или, как нам вот тут многие говорят, а, пришли вот эти там всякие социалисты и прочие, к ним примкнувшие, никто им ничего не даст, и все такое будет, только хуже и так далее. Так ли это? Ну, я, это очень хороший и это очень объемный вопрос, который вы задали, я постараюсь, опять же, ответить тезисно, а именно, мы благодарны всем, международным структурам, международным организациям, государствам различным, которые помогают Республике Молдова. Хоть они Запад, хоть Восток. Не имеет значения, они помогают нашей стране, они помогают нашим гражданам, они помогают нашим детям. Особенно благодарны той же Румынии, которая помогла в реконструкции многих учебных заведений Республики Молдова. Мы благодарны тем странам, которые дают возможность нашим детям обучаться за рубежом. Поэтому у нас нет никакого желания или тенденции испортить вот эти отношения. Наоборот, наоборот, мы хотим развивать. И мы будем благодарны Румынии, России, Европейскому Союзу, Соединенным Штатам Америки, Китаю, за помощь, которую они оказывают сейчас и будут оказывать в дальнейшем. Это для нас очень важно. Что мы сделали на данном этапе? У меня уже были встречи и с руководством Офиса Мирового Банка в Республике Молдова, и с представителями других международных структур. За эти два дня, и я думаю, что еще до конца недели еще будут определенные встречи. И мы в процессе разработки новых проектов. Вот 21 числа я могу сказать, что у меня будет видеоконференция с Вашингтоном. По проекту, связанный с поддержкой, довольно существенной поддержкой, в нескольких десятков миллионов, в поддержку нашего высшего образования в Республике Молдова. И мы благодарны, если этот проект, мы сможем довести его до необходимой кондиции. У нас есть довольно большая помощь, которая оказывает иностранные структуры. Но проблема в том, что иногда мы вот эту помощь не используем эффективно. Вот у меня вчера была встреча в фонде социальных инвестиций. И оказалось, что ту помощь, которую оказывает международная структура, наши бюджеты, оно используется эффективно. Например, в Теленешском районе не могут уже несколько месяцев завершить реконструкцию школы. А деньги есть? Деньги выделены, все необходимое сделано, но нет, скажем так, не был выбран подходящий экономический агент, который бы сделал, реализовывал вот этот проект. А почему-то оказалось, что этим проектом занимается компания, которая не в состоянии сделать хороший ремонт. Поэтому деньги есть, поддержка есть. Я уверен, поддержкой будет и со стороны международных структур. У нас довольно большие суммы идут с государственным бюджетом в сферу образования. Проблема в том, что эти деньги, эти ресурсы не используются рационально, не используются эффективно. И здесь, одно из самых, скажем так, больших проблем, это отсутствие контроля и планирования необходимых. И мы это исправим. То есть, как обычно говорят, люди есть люди. Нужны четкие механизмы, процедуры. И главное, чтобы следили за этим, опять же, все-таки порядочные и нормальные люди, у которых в душе что-то понимает. Обязательно, потому что эти деньги, которые идут на реконструкцию школы, на покупку необходимых дидактических материалов, оборудования, эти деньги направлены на то, чтобы улучшить ситуацию системы образования. Эти деньги не для того, чтобы кто-то обогащался. Это деньги для того, чтобы создавать нормальные условия для наших детей, для наших преподавателей. А не для того, чтобы кто-то на этом делал бизнес. Ну, как же ж, батенька, у нас же, как это, если вот мимо копейка, это самое, и как-то у народа, как говорят, в том же народе, крышу порой сносят. И мне кажется, что самое важное, это вот чтобы все-таки вопросы системные, процедурные, вот этого механизма, и которые предполагали, что система такова, что в ней наиболее хорошо уживаются именно люди с нормальной нравственностью и порядочностью, будет. А если нет, то если нет таких процедур, и системы, мы же прекрасно знаем, как эти тендеры, как эти вот справедливые юстиции. Это уже другой вопрос и довольно сложный вопрос, потому что вот я встречался на этой неделе, встречался с руководителями управления, районных управлений образованием. И вот о мне и мне рассказывают, что была куплена партия автобусов, которые очень быстро ломаются. А для того, чтобы их реабилитировать, бюджет тратит огромные деньги. Но это не все. Куплены автобусы, которые не могут ехать по нашим дорогам. Они не могут преодолеть те колеи, которые существуют на наших дорогах. Не для нас они. Более того, они не могут поворачиваться на наших дорогах, потому что они очень такие большие. И соответственно, для того, чтобы довести детей с одной школы в другую школу. То есть были куплены не из расчета. Идут по окружной. Значит, кто-то был заинтересован купить неподходящие для наших детей, для нашей системы автобусы. У нас проблемы с системой отопления. Это огромные деньги же все. Это огромные деньги. Вот в некоторых школах были сделаны ремонт. И, скажем так, с точки зрения красоты это выглядит хорошо. Но это не функционально. Потому что были куплены вот эти окна и поставлены окна, которые привели к тому, что появляется плесень. Во многих школах после ремонта появляется плесень. Да, это большая беда. И там нельзя проводить уже учебный процесс. Надышаться этой гадостью. У нас причины проблемы с качеством питания детей в школах. Но вы в курсе, что были очень многие скандалы. Да, один за другим. Скандалы есть. И это приводит к тому, что наших детей травят просто-напросто. Некачественные продукты. И разве об этом не знали до сих пор? И появляется один единственный вопрос. Почему не были предприняты меры? А раз не были предприняты меры, значит, кому-то это было выгодно. А здесь я вам скажу, что лишь в системе закупок для школы крутятся огромнейшие деньги. Сотни миллионов. Миллиарды. Так что, вот если наши дорогие соотечественники думают, что Министерство образования, значит, науки, культуры, это только возвышенные там темы, это конкретная хозяйственная деятельность, где речь идет о больших деньгах, где речь идет о здоровье наших детей и о многом другом. Это очень важно о том, что сейчас говорит министр Горнелий Попович. И поскольку передача подходит к концу, что бы, Горнелий, вы хотели сказать насчет перспектив? Как вы видите, как настрой, как вот коллектив ваш, с которым вы вот начинаете контактить, завязываете, как оно, как вы чувствуете этот процесс? Что касается аппарата министерства, то здесь есть хорошие профессионалы, и мы с ним будем работать. Что касается наших ожиданий, то мы осознаем, что нужно просто-напросто работать. Времени для раскачки нет. И так называемых традиционных 100 дней у нас нет. У нас есть каждая дневная работа. Мы каждый день стремимся к тому, чтобы решить конкретный вопрос, конкретную проблему. Тем более, что зима, и я уверен, я оптимист, я уверен, что все у нас получится. А получится потому, что мы единая команда. А получится потому, что люди поняли, что мы пришли с тем, чтобы решить их проблемы, их вопросы. Потому что мы их знаем, и мы чувствуем эти проблемы. И мы знаем, как их решить. И я благодарен тому, что, с кем я встречаюсь, наши преподаватели, руководители местного уровня, скажем так, они довольно хорошо восприняли те изменения, которые произошли. И готовы к совместной работе. Большое спасибо. И вам большое спасибо. За то, что мы находимся сейчас в вашем кабинете. Кабинет такой скромный, рабочий, без излишних украшений. Книжки, которые мы видим здесь на столе, замечательные. Вот, дорогие соотечественники. Вот это, например, альбом, недавно изданный, значит, замечательного Михаила Поттерники. И мне очень приятно, что наш министр Корнелий Попович, который участвовал в многих передачах, он также вот чтит эту замечательную фотографию нашего замечательного мастера-фотографа международного класса Михаила Поттерники. Посмотрите на лица этих двух людей, старуха и старик, которые с болью, но с надеждой думают о чем? Они думают о судьбе своей вот этой прекрасной, милой внучки. Об этом же сейчас думает и Корнелий Попович, об этом думаем все мы. Спасибо за внимание, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. И хочу вам пожелать, чтобы в эту уходящую осень вот этот золотой лист очень редкого дерева гинка осчастливил ваши дни. Спасибо за внимание, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич